Олег Прищепа на занятиях в Политехническом колледже, но мыслями до сих пор в Москве на конкурсе BrainRing. Студент до сих пор находится под впечатлением от знакомства с министром энергетики Российской Федерации. Рассказал очень много полезных вещей, которые могут в дальнейшем нам пригодиться. Также если мы будем идти по специальности в направлении разработки эксплуатации нефтегазовых месторождений, это нам большой плюс. Спасибо за предоставленную возможность компании «Лукоил Западная Сибирь» за поддержку. Олег, как и остальные, не могут поверить, что одержали победу над студентами университета имени Губкина со счетом 4-3. Со своими оппонентами коголончане встретились в первом раунде. Силы, надо признать, были практически равны. Это показали результаты. Нам удалось победить Губкинский университет в Москве. Это, конечно, невероятный опыт для нас. Приехать в чужой город. Задания для участников BrainRing были практикоориентированными. Предполагалось расшифровать маркировку, рассчитать показатели счетчика, поделить точность манометра для решения конкретной производственной задачи, описать технологический процесс. Нехватка времени на раздумья подливала масло в огонь. Задавали вопросы. На них нужно было на время ответить. В целом было выделено 3 минуты, и мы должны за одну минуту выложить ответ. Дать грамотный, логически выстроенный ответ для студентов не проблема. Однако сделать это на большую аудиторию – настоящий стресс, уверены кураторы. Потому перед поездкой для ребят были имитированы вопросы, которые могут быть заданы спонтанно. Была сплоченность. Была очень большая слаженность, взаимопонимание. Мы все знали определенное что-то. И собрали это все в одну и ответили. Дали один ответ. Благодаря этому выиграем. Мы готовились в течение трех недель. Мы постоянно встречались с детям и днем занимались в колледже, с преподавателями. Уже вечерами я с ними работала. Мы приезжали, прорабатывали. Все вопросы обсуждали по профессиональным стандартам. Основные компетенции, которые должен знать оператор подобычи нефтегаза 3-4 разряда. Мы это все прорабатывали с детьми. И в форме кейсов прорешивали задания. Поездка в Москву удалась в том числе и благодаря финансовой поддержке общества «Лукоил Западная Сибирь» постоянному партнеру Политехнического колледжа. Конечно, хочется выразить огромную благодарность нашей компании «Лукоил», которая оказала содействие в отправке наших детей. И, безусловно, это их заслуга, в том числе участие наших детей на мероприятии такого уровня. Международный форум «Российская энергетическая неделя-2019» организован базовым центром Национального агентства развития квалификаций в нефтегазовом комплексе и в сфере атомной энергии при поддержке Национального совета при президенте страны и Минтруда России. Участие в таком проекте – еще один плюс в копилку профессиональных достижений коголымских студентов. Денис Хисматуллин, Юлиана Сотник, Алексей Николаев. Специально для новостей.